Ну что, вот мы и с вами на пороге осенних распродаж. Идея этого ролика вам показать лучшие предложения, которые в данный момент есть на рынке, в каждом из ценовых сегментов, плюс вам рассказать о реальных ценах на эти смартфоны. Потому что китайцы на Алиэкспресс могут загибать и что-то прям вот ну совсем нереальное писать, перечеркивать цены. Здесь у нас смотришь на местных маркетплейсах и думаешь, что вроде бы то же самое на Алиэкспресс, но нифига подобного. И вот сегодня в этом видосе я постараюсь объединить видения, потому что я хорошо знаю наш рынок по ценам, я хорошо знаю китайский рынок, Алиэкспресс по ценам и вам что-то вот среднее здесь выдать, в каком коридоре по каждому смартфону лучше ориентироваться, какие у него есть плюсы, сильные и слабые стороны и, разумеется, конкуренты. Давайте вообще в целом, с чем мы с вами подходим к распродажам 2024 года. Есть две не совсем приятные новости. Первая касается курса, наверняка вы заглядываете, смотрите за курсом. И он в районе 98 рублей сейчас стоит за доллар на бирже. Понятное дело, судьба и жизнь вообще нас к такому не готовила. Ну и вторая не менее печальная новость. Год назад мы с вами подходили к распродаже с суммой беспошлиного воза в районе, не в районе, а совершенно точно 1000 евро. Сейчас же уже последние полгода сумма беспошлиного воза 200 евро. Это означает, что телефон вы покупаете, условно говоря, там за 23, за 24 тысячи рублей или окей, там за 49 тысяч рублей. Вы отнимаете вот эти вот 20 тысяч рублей, то бишь 200 евро по курсу переводите, а за все остальное выше вы платите с вот этой суммы именно с этой, 15%. Это не в целом небольшая сумма, это в целом в любом случае получается выгоднее, чем мы с вами здесь будем у ритейлера покупать. Или там на Азоне местном, или на Яндекс.Маркетах, или на Авито пойдем. Но все же такая штука немножечко уколовшая, особенно если вы все-таки хотели себе и рассматривали приобретение флагмана. Но, несмотря на все это, китайцы 11.11 всегда раздают хорошие предложения и скидки. И если вы подписаны на мой телеграм-канал, ссылка на него в описании под роликом, либо просто пишите в поиске Телега Романоча. Там мы с вами точно отберем самые выгодные, самые жирные, самые горячие предложения. Плюс в рамках одного вот такого ролика невозможно разобрать все многообразие смартфона. Поэтому многое еще того, что не попало в этот видос, тоже будет в этом ролике. Даже постараюсь для вас сделать специальные подборки, чтобы у вас была возможность, в принципе, как и в этом видосе, примерно понять рынок, что к чему и почему. Бюджетники. Здесь 2024 год был щедр и подарил нам много различных девайсов в ценовом сегменте до 15 тысяч рублей. Начнем с Poco M6. Стоит в районе 10 тысяч рублей, что равно около 100 баксов. Здесь у нас 6.8 дисплей, Full HD+, разрешение, к сожалению, стоит IPS, но зато есть 120 Гц. Процессор Helio G91 Ultra, не самый топовый производительный, но при всем при этом для повседневных задач его реально хватает. Батарейка традиционно 5000 мАч, сканер отпечатка пальца здесь в бочине. Ну и что касается камеры, здесь она реально скромненькая. Что-то в целом пойдет сфотографировать, но при всем при этом рассчитывать на более-менее какой-то результат, как это может быть у следующих девайсов, которые я перечислю, которые стоят хотя бы на 3-4 тысячи рублей дороже, здесь не приходится. Если в целом и коротко, то это такое компромиссное решение, когда у тебя чисто в кармане есть 10 тысяч рублей, 100 баксов и не более. Старший брат Poco M6 это Poco M6 Pro. Здесь уже стоит Helio G99 процессор, Amoled, 120 Гц, NFC-шка, разумеется, поддерживается. Сканер отпечатка пальца прям сразу здесь в дисплее. Уже приятнее лежит в руке. Вообще в целом в повседневной жизни гораздо быстрее, плавнее работает, интерфейсы открываются и прочее-прочее. Накопитель уже тот самый UFS 2.2, то есть он соответствует телефону, который стоит там 20-25 тысяч рублей. Камера в целом достаточно неплохая. Классный стереозвук для этого ценового сегмента. И наконец-таки линейная вибро, чего дико сильно не хватает. Poco M6 и вообще всем представителям ценового сегмента до 15 тысяч рублей. Все Tecno Infinix это все-таки ваттоватная. Здесь линейный вибромоторчик. Стоимость на Алиэкспресс в последнее время в районе 14,5 тысяч рублей. Если мы говорим о лучшей цене за 2024 год, то где-то плюс-минус за 12,5 тысяч рублей на одну из распродаж, по-моему, весенний или все-таки летний, его отдавали. Если 11.11 или в черную пятницу за него будут просить в районе 13 тысяч рублей, это будет офигительное предложение. И за 8.256, а другой здесь версии не существует, это очень будет хорошо. Ну и крайний девайс из бюджетных, который я вам бы рекомендовал рассмотреть, это Realme 12 4G. Прошу заметить, что именно Realme 12. 13-я версия, 13-я линейка уже тоже вышла. Но в 4G исполнении, к сожалению, бюджетника этого не прослеживается. Есть 5G-версия на Dimensity 6300, там даунгрейднутая зарядка и так далее, и так далее. Мы же с вами рассматриваем именно 12 4G. Здесь из интересного. Snap 685, да, не самый топовый процессор, но при всем при этом он еще походит. Helio G99 в любом случае в ценовом сегменте 15 тысяч рублей будет интереснее. Но Snap 685 для тех, кто не играет в игры, тоже в целом, в принципе, покатит. 120 Гц на месте, амалетка на месте, накопитель UFS 2.2, что очень хорошо, точно такой же, как у Poco M6 Pro. Топовая камера для этого ценового сегмента Sony Litia 600, которая очень часто ставится на смартфоны и за 25, и за 30 тысяч рублей от Realme. Прям вообще бетон. Просто посмотрите на Realme GT 6T, которую мы с вами в дальнейшем разберем. Ну и, наконец-таки, батарейка на 5000 мАч и зарядка сразу из комплекта на 67 Вт. В данный момент просят за него в районе 15 тысяч рублей за базу на 128 ГБ накопитель. Если будете брать 256, соответственно, плюс тысячу, полторы сюда сверху добавляете. В любом случае, на самой распродаже в течение всей этой недели этот смартфон мы с вами выловим по хорошей цене. Ну и, соответственно, в телеге все это дело размещу. Двигаемся дальше. Конечно же, главным слонярой здесь является Poco X6 Pro. Это несомненно. Но все-таки я считаю правильным и младшенькому уделить внимание. Snap 7S Gen 2. Второй хороший нормальный проц для ценового сегмента до 20 тысяч рублей. Реально пойдет, особенно если у вас аллергия на Helio G99. Хорошая, приятная амоледка. Нормальный стереозвук. Вибромоторчик линейный на месте. Батарейка 5000 мАч. 67-ваттная зарядка. И вот с этим вы всем полетели. Камера достаточно неплохая для этой цены. Но, разумеется, если есть возможность чуть-чуть накинуть, то там, даже на Poco X6 Pro, камера себя будет чувствовать чуть-чуть получше. На распродаже 11.11 я ожидаю ценник на Черную пятницу в районе 18 тысяч рублей. Отец этого ценового сегмента Poco X6 Pro. Бессменный бестселлер 2024 года. Уже на протяжении 8 или даже 9, а ближе к 10 месяцам это просто хит продаж. Все потому, что Dimensity 83-200 Ultra, AMOLED, 120 Гц, топовые накопители UFS 4.0 и LPDDR5X. Где еще, вот даже у меня здесь на столе лежат девайсы, которые я вам в дальнейшем покажу, где еще за ценник чуть больше 20 тысяч рублей можно было получить такой фарш по железу. Камера на 64 Мп с оптической стабилизацией основная. В целом, видосы пишет неплохо. Фотографии делает нормально. Если достаток освещения, то даже может сделать очень и очень недурно. Poco X6 Pro мне прям дико сильно запал сердечко. К минусам, наверное, я могу отнести, пожалуй, только два момента. То, что датчик приближения не всегда корректно работает. Плюс, наверное, еще в плане автономности я бы все-таки не сказал, что это девайс, который может вас чем-то покорить. Realme в этом ценовом сегменте такое ощущение, что ведут себя получше. Но опять же, сравнивая с конкурентами, с каким-нибудь Poco F6, недавно выходило сравнение на канале. Там мы с вами обнаружили, что Poco X6 Pro на самом деле еще не так херов по автономности. Минимальная стоимость его в этом году в районе 20 с небольшим тысяч рублей. В последнее время уже в связи с курсом просили за него в районе 22 с небольшим тысяч рублей. Если дадут ценник на распродажах 11.11 и Черная Пятница в районе 20 с небольшим тысяч рублей, а в идеале 20, это будет очень крутое предложение. И самое еще важное, что я вам хотел сказать, что Poco X6 Pro часто считает смартфоном исключительно про железки. Я так не могу сказать, это реально сбалансированный аппарат. Следующий интересный смарт-девайс в пределах 30 тысяч рублей в 2024 году, в конце 2024 года, это Redmi Note 13 Pro Plus. Глобальная, прошу заметить, версия. Здесь из интересного, камера на 200 мегапикселей от Самсунга стоит, с оптической стабилизацией, офигенный, блин, тактильно что-то нечто, вибромоторчик, да и вообще классно, смартфон сам сидит в руке. Здесь у нас не пластик сзади, здесь у нас стоит стекло. Хорошая AMOLED-матрица, для кого-то будет классно, эффектно, что здесь покатые края. Сканер отпечатка пальца в дисплее, IP68 защита, ну и самое главное, 120-ваттная зарядка прям идет сразу из комплекта. Все это дело в районе 26-27 тысяч рублей в последнее время на распродажах Алиэкспресс обходилось. Я надеюсь, что на 11.11 и Черную пятницу будет выходить в районе 25 тысяч рублей, потому что летом ценник опускался порой до 23,5 тысяч рублей, и это был реально праздник, это была феерия. Вот, пожалуйста, вам пруфы из моего телеграм-канала. Дальше мы с вами будем говорить сразу о двух моделях, о конвейере, о Realme 12 Pro Plus и о Realme 13 Pro Plus. 12-ку у меня есть, 13-ку я не тестировал, поэтому вот прям с уверенностью точно рекомендовать ее не могу, но судя по обзорам, отзывам подписчиков, могу сказать, что на самом деле эти два аппарата друг друга стоят. Здесь нужно будет опираться на ценник. Кто предложит меньше ценник, то есть если этот будет стоить там 25 тысяч рублей, а тот будет стоить там 30 тысяч рублей, то можете спокойно брать Realme 12 Pro Plus и реально не париться. Главное отличие между двумя этими аппаратами – это камеры. У 12 Pro Plus основа Sony IMX 890, как у OnePlus 12R в этом году, или в предыдущем году в OnePlus 11, между прочим, флагмане, и 64-мегапикселя OmniVision перископ-объектив, это телевик с зумом 3X. У 13 Pro Plus можно отметить 50-мегапиксельную Sony Littia 701, это основа, и телевик на 50 мегапикселей Sony Littia 600 с оптической стабилизацией, с трехкратным оптическим зумом и шестикратным гибридным. Как я и сказал, как я и сказал ранее, по фото оба хороши. Эксклюзивность двух этих девайсов в том, что в том ценовом сегменте, где они продаются, а именно в пределах 30 тысяч рублей, а потенциально на распродаже гораздо ниже, здесь телевиков, ну прям днем с огнем не сыщешь. То есть там вот на железо направленный, Poco X6 Pro, Poco F6, да, можно еще какие-то девайсы найти. Но с телевиком что-то интересное, внятное, с трехкратным, еще и гибридный зум, чтобы у тебя был, здесь, к сожалению, попробуй что-то отыщи. И этот смат, кстати, я сравнивал с Xiaomi 14 базовым флагманом. И забегая вперед, да, что забегать вперед, вы обзоры можете посмотреть на канале, там, блин, не все так однозначно. Во многих сценариях, несмотря на процессор скромный, который здесь стоит, Snap 7 S Gen 2, этот смат по телевику зарешал и перещаголял Xiaomi 14. Следующий девайс, который нельзя обойти стороной в пределах 30-ки, это Poco F6. На самом деле, не заслуженно, не сыскавший особой популярности в 2024 году. То есть его предшественник, Poco F5, был гораздо сильнее на слуху. Возможно, тому и виной Poco X6 Pro, который реально вот все на себя одеяло перетянул. Из интересного, что здесь? Snap 8 S Gen 3, не путать с обычным 8 Gen 3, без приставки S. Все-таки этот с приставкой S гораздо ближе к Snap 7 Plus Gen 3, 700-му поколению. Но все равно процессор хороший, в играх себя показывает вот прям конфетка. И Poco X6 Pro в некоторых сценариях перещаголял. Ссылка на сравнение Poco X6 Pro и Poco F6 будет в описании под этим видосом. Не до того, около трех недель назад все это дело выходило. Хороший дисплей, сканер отпечатка пальца здесь внутри. Камеру, кстати, здесь подставили от Sony. Хороший модуль, уверенный. В отличие от того, который был в Poco F5, и там его жестко костерили здесь. Хорошо это дело исправили. Поддерживает 4K 60 FPS. Батарейка 5000 мАч, 90-ваттная зарядка. Единственное, что меня не совсем устроило, это его автономность. Вот здесь есть некоторые вопросики. В любом случае, подробно этот еще девайс обкашляем в полноценном видосе, какой выбрать Xiaomi в конце 2024 года. Но по факту до 30 тысяч рублей за 27, за 28, если будет продаваться 11.11, это будет хорошо, потому что его ценник практически на протяжении всего момента, когда он вышел, был 30, а то и больше тысяч рублей. В редких случаях опускался в район 26-27 тысяч, и мы прям дико сильно ликовали. Коль мы уже с вами затронули эти процессоры, Snap 7 Plus Gen 3 и Snap 8S Gen 3, надо переходить к Realme. Это прям амбассадоры этих процессоров. Realme GT 6 обычный, главное не спутать, и Realme GT 6 с приставочкой T. Здесь стоит Snap 7 Plus Gen 3, здесь стоит Snap 8S Gen 3. По сути, по факту, особо сильно прям вот пропасти между ними по производительности не наблюдается. Но есть пропасть в плане камеры. Здесь у нас есть телевичок, здесь у нас модуль Sony IMX 890, который стоял в прошлогоднем флагманском амплассе 11. Сразу надо сказать по поводу телевичка, который здесь установили. Да, он есть, но при всем при этом звезд с неба не хватает. Он такой здесь скромненький, но при этом дело свое знает. При хорошем достаточном освещении делает свою работу, и действительно прикольная картинка выглядит. Аккум 5000 мАч, и здесь, и здесь. Есть запись звонков, это тоже для многих важно. Датчик приближения физический. Хорошая флагманская вибрулька, покатые края, и дико приятная эргономика. Вот прям мне понравилось, как он сидит в руке. Если вы выбираете себе телефон до 40 тысяч рублей, то это чуть ли не номер один претендент на это звание. То есть вот кто у меня спрашивает, именно такую я рекомендацию и выписываю. Что же можно сказать еще про младшенького? Он от старшего, помимо отсутствия телевика и процессора, еще также отличается своим накопителем. Здесь стоит максимум UFS 3.1 и LPDDR5X оперативка. Здесь у нас, соответственно, стоит UFS 4.0 и LPDDR5X оперативка. Батарейки одинаковые, стереозвук плюс-минус одинаковый, и там, и там стоят покатые края, и в руках они абсолютно лежат одинаково. Идеальный ценник для Realme GT 6. Это что-то в районе 36-37 тысяч рублей, именно столько за него просили летом, на всех возможных распродажах, которые я освещал в своем телеграм-канале. За этого просили летом в районе 28-29 тысяч рублей, если прям сильно дико повезло. Вот если будут такие ценники, то, в принципе, смело можно рассматривать, смело можно брать. Этот будет чуть ли не чемпионом в своем ценовом сегменте, хотя при всем при этом можно будет взять и по КФ6 вместо него, здесь смотрите, да, как вам больше что понравится. И этот однозначно будет одним из топов в ценовом сегменте до 40 тысяч рублей. Ценовой сегмент до 40 тысяч рублей не заканчивается, но мы с вами уже подбираемся к финалу, и дальше девайсы будут чуть дороже, чем 40 тысяч рублей. Давайте возьмем отметку до 50 тысяч рублей. Но все-таки сначала заканчиваем тему до 40. Здесь Xiaomi 14T 100% помещается. Когда я делал на него обзор, было много негодования в комментариях, да как так, да сколько могут вообще просить за него, какие 50 тысяч рублей. Ну, собственно говоря, что я и говорил в обзоре, это реально не его цена, но мы с вами уже после обзора на некоторых распродажах видели цене, хоть и эпизодичные, но в районе 35 тысяч рублей. На распродаже же 11.11, я ожидаю стоимость ниже 35 тысяч рублей. В телеге все это дело внимательно отследим. Еще также, конечно же, бы хотелось обсудить Xiaomi 14T Pro, но он, к сожалению, не попал ко мне на обзор. Но давайте вот чисто по фактам раскидаем. Три главных отличия. Первое, это процессоры. Здесь у нас стоит Dementity 8300 Ultra, такой же, как на Poco X6 Pro. Там же стоит Dementity 9300+. Второе отличие кроется в камере. Здесь у нас стоит 50-мегапиксельный модуль Sony IMX 906. В случае же Xiaomi 14T Pro стоит основа от OmniVision OV50H. Да, безусловно, разница есть на итоговых снимках. Действительно, она есть, особенно если мы с вами рассматриваем условия при недостатке освещения. Но сказать, что прям вот небо и земля по фотографиям, не могу. Разница в районе 10-20%, если мы говорим о тестовых фотографиях, которые я видел. Ну и крайнее важное отличие, или последнее, кому как удобно, это зарядки. Здесь у нас идет в комплекте 67 Вт, там у нас в комплекте идет 120 Вт. Вот, собственно говоря, и все. Касаемо ценников, возвращаясь к ним в очередной раз, здесь важно сказать, что за него просили 37К, это была лучшая цена. За Xiaomi 14T Pro просили 52 тысячи рублей, это было лучшее предложение, за версию 512, прошу заметить. И еще один смарт, который мы с вами не привыкли обходить стороной на осенних распродажах, это OnePlus Nord серия. В этом году выходил четвертый. Предыдущие поколения, все очень хорошо заходили на осенние распродажи, действительно, у них были классные цены. В предыдущем году Nord 3 продавался, наверное, лучшая за него была цена, в районе 28 тысяч рублей, прям в саму распродажу 11-11. Здесь же Nord 4 изначально стал дороже, чем его предшественник, и он уже откатился в ценовой сегмент в районе 34-35 тысяч рублей. На распродаже 11-11, конечно же, хотелось бы увидеть ценник меньше 35 тысяч рублей, было бы классно. Есть версия на 256 гигабайт, соответственно, есть версия на 512. Из особенностей этого аппарата, это офигенный, цельнометаллический корпус, такое на самом деле встретишь редко. Snap 7 Plus Gen 3, здесь на самом деле, как бы много его можно где встретить, Realme GT 6T, это вообще в целом, наверное, прототип у Amplass'а Nord 4, если мы с вами в некоторые детали не вдаемся. Хороший достаточно дисплей, по звуку здесь полный порядок, накопители топовые, LPDDR5X, UFS K4.0, камера, здесь она без излишеств, стоит ли Тея 600, которая очень часто заглядывает в ценовой сегмент, даже 20 тысяч рублей, если мы с вами берем какие-нибудь Realme. У Realme GT 6T точно такой же стоит модуль. Никаких телевиков здесь не заводили, с фронталкой особо сильно не заигрывали. Батарейка 5500 мАч, и, к сожалению, нет никакой абсолютно зарядки из коробки, потому что все OnePlus'ы, последние выходящие, они голенькие, прям вот голенькие, реально только чисто аппарат. Если вы фанат этой компании, то определенно в ценовом сегменте меньше 35 тысяч рублей на распродаже, его можно рассматривать, даже с поправкой на курс, это будет плюс-минус адекватная за него цена. В целом, конкуренты у него 100% есть, тот же самый Realme GT 6T дышит ему спину. Еще из особенностей, да, в отличие от Realme, хотя там тоже все в этом плане прекрасно, обещали нереально долгую поддержку. Вплотную к 40 тысячам рублей есть два девайса, и на самом деле они дико сильно отличаются друг от друга. Очень серьезный, брутальный дядька по KF6 Pro. Здесь стоит Snap 8 Gen 2. На самом деле, от предыдущего поколения Gen 3, да, он безусловно отличается, но этого Gen 2 полноценного, без всяких приставочек, без всего, хватает с головой. Он будет серьезнее, чем Snap 8s Gen 3, к примеру. 5000 мАч батарейка, топовые накопители UFS 4.0, LPDDR5X, то есть его спокойно можно брать для хорошей повседневной жизни, его можно спокойно брать для игрушек, как нифиг делать, Gen 2 вывозят, при том, что Gen 2 мне, как показалось, да, за 2024 год, он чуть поспокойнее в плане температуры, чем Gen 3, это тоже важный момент. Здесь, наконец-таки, поработали должным образом с камерой. Здесь поставили OmniVision Hunter 800, и он действительно делает свое дело, он действительно хорошо работает. 120 ватт зарядник из комплекта, и, пожалуй, единственное, чего ему не хватает, это телевичка. Вот здесь действительно в ценовом сегменте 40 тысяч рублей он бы конкретно зарешал. Лучшей цене, которую я видел на него, это 40 тысяч рублей за версию на 512 гигабайт. Есть еще версия на 256, соответственно, и на 1 терабайт есть. То есть за 512-40 тысяч рублей это хорошо. Если видите на распродаже 11 на 11 ценник ниже 40 тысяч рублей, даже за 256 гигабайт, это тоже будет отличное, классное приложение. Что лучше брать, Poco F6 Pro или Realme GT 6, обычный, без всяких приставок? Здесь, на самом деле, надо подумать, потому что все будет зависеть от того, что вам конкретно нужно. Там есть телевичок, там батарейка будет чуть побольше, здесь тактильный отклик нереальный, по основной камере они плюс-минус будут одинаковы. Фронталка будет за Realme GT 6, в том числе, потому что он на фронталку 4K умеет писать. Ну и плюс по поводу дисплея, там яркость будет больше. То есть запас у Realme GT 6, он реально просто какой-то космический. Это один из самых ярких дисплеев, которые вообще в целом во всех ценовых сегментах можно найти. Здесь подробненько посмотрите, звесьте все за и против. И, кстати, есть еще IP65 защита у Realme GT 6. здесь такой штуки не завозили. Беспроводной зарядки нет, ни там, ни там. Еще в пределах 40 тысяч рублей есть ранее озвученный мной девайс, но я не сказал название. Это Xiaomi 13, который еще до сих пор продается на Алиэкспресс, но важно, не в глобальной версии, к сожалению, а с глобальной прошивкой. И здесь важно читать отзывы. То есть вот вы переходите и смотрите, как там вообще дело обстоит. Я много встречал отзывов, в том числе и в моей телеге, что я тебе себе купил, вот ты давал, Романович, ссылку, я себе купил этот Xiaomi 13 и вообще никаких бед не знаю. Где-то я встречал такие отзывы, что мол, типа, блин, нифига ничего не обновляется, HyperOS так и не прилетело и так далее. Кто-то говорит, что по воздуху все обновляется. Но главный цимис этого смартфона, что он попадает в ценовой сегмент до 40 тысяч рублей, а мы с вами фиксировали ценник на распродаже летней в районе 36 тысяч рублей. Это компактный девайс на снэпе 8 ген втором. Там хорошая достаточно камера, есть телевичок, батарейка неплохо держит, офигительно сидит в руке. И все это ты спокойно прячешь шорты в карман летом и пошел гулять. То есть это реально вот такое вот небольшое компактное классное устройство защиты от воды и прочее-прочее. Понятное дело, если вот так в сухом остатке сравнивать с каким-нибудь Poco F6 Pro, то тот будет наконец Xiaomi 13. Он и Realmeca GT 6 перещаголяет по многим моментам. Но все-таки это глобальная прошивка и здесь в любом случае решать вам. Флагманы. Признаться честно, я давненько уже про них готовлю видос, поэтому давайте так, здесь в этом видосе буквально широкими мазками пройдемся потенциально то, что может быть интересным на Алиэкспресс. Понятное дело, не все флагманы, которые вышли в 2024 году вот здесь на распродаж 11.11 вот прям вот будут с прилавка раздаваться. Нам всем нужны бабки. Xiaomi 14. Буквально вот на летней распродаже и даже, по-моему, на осенней, сентябрьской распродаже его отдавали в районе там до 60 тысяч рублей. Это действительно его хорошая цена, прошу заметить, за глобальную версию. То есть это компакт в глобальной версии. Здесь у нас, в отличие от Xiaomi 13, улучшили телевичок, прокачали ультраширик, поработали с дисплеем, яркость увеличили. Понятное дело, что базируется он на снепе 8 ген третьем. Такой же классный, сидящий в руке. Зеленый цвет меня особо сильно не впечатлил, поэтому я бы вам рекомендовал брать либо белый вариант, либо голубой, да, по-моему, там такой есть. Действительно хорошо. Здесь зарядку прокачали, она стала больше, она сразу идет в комплекте. Короче, девайс 100% заслуживает вашего внимания. Я с ним отгонял, когда гонял на море. И действительно, он мне тогда прям вот понравился, про него хочется даже отдельный видос записать. Еще один из девайсов, который очень по хорошей цене частенько встречался на Алиэкспресс уже на протяжении там 3-4 месяцев, это Honor Magic 6 Pro. В глобальной версии, прошу заметить, и даже у того самого продавца, на которого я ссылку в описании оставлю, доставка с нашего местного склада, благодаря чему не придется платить таможенный сбор в виде там 6-7 или сколько там тысяч рублей в этом ценовом диапазоне. Классный смарт, у меня есть полноценный обзор на канале, кстати, на Xiaomi 14 тоже есть. Очень крутая камера основная, телевик, офигенский, ультраширик с автофокусом, фронталка с автофокусом, Snap 8 Gen 3, да, немножко простовата, оболочка мне показалась по некоторым моментам, после там, например, ColorOS какого-нибудь, да, действительно, или OxygenOS, ну или там HyperOS, хотя примерно здесь в этом плане похоже. Зарядка сразу идет из комплекта, офигенный дисплей, здесь у нас есть подобие Face ID, если будут отдавать за эту цену и меньше, и ниже, это реально хорошее предложение, это один из самых крутых флагманов, которые вы себе сможете позволить за 70 с небольшим тысяч рублей. Обязательно рассмотрите, он мне еще, кстати, в плане автономности прям порадовал. Ну и наконец-таки OnePlus 12, он определенно тоже относится к этому ценовому сегменту, в районе там 67 тысяч, 68 тысяч, его отдавали на летних распродажах, в последнее время все стало грустно, чуть ли не 80 тысяч рублей стоил, короче, если он будет точно так же стоить, как и летом, в районе 67 тысяч, 68 тысяч рублей и даже ниже, то его определенно стоит рассматривать. Это глобальная версия, мне понравилось, что здесь поработали с телевичком, он теперь здесь в порядке, основной модуль в порядке, ультраширик в порядке, фронталку даже постарались прокачать, но все-таки она такая еще OnePlus-овская немного, очень классно сидит в руке, нетривиальная вот эта вот шайба, хотя многих пугает, вот этот вот малахит зеленый, это просто что-то с чем-то, я с ним тоже гонял в путешествие в Нижний Новгород, огромный привет Нижнему Новгороду, у меня здесь огромное количество фотографий, при него тоже хочется отдельный видос запилить, OnePlus 13 пока я бы не рассматривал, потому что все-таки в случае OnePlus-ов обязательно нужно ждать глобалку, для обычного покупателя, я все-таки рекомендовал в данный момент, если нужен флагман, рассматривать OnePlus 12, потому что на него сейчас максимально адекватная будет цена, а дальше там уже смотреть в следующем году OnePlus 13 и посмотреть, что вообще за него попросят. Я надеюсь, что этот видос максимально для вас был полезен, я надеюсь, что эти распродажи осенние для вас пройдут максимально выгодно и гладко, пишите ваше мнение в комментариях, чтобы вы в себе взяли, все ссылки будут в описании под этим роликом, включая и смартфоны, ну и конечно же моя телега, подписывайтесь, там мы с вами будем мониторить максимально актуальные предложения на тот самый день. Огромное спасибо, что сегодня были со мной, все, давайте, красавцы. Пока!